Евразийский союз сейчас имеет жесткие пределы для своего функционирования, поэтому сейчас надо оставить фантазии о какой-то дальнейшей интеграции, поскольку на сегодняшний день то, что собираются подписывать в мае, это не только не шаг вперед, это скорее шаг назад. То есть просто подписывают для того, чтобы не показывать, что реального движения вперед нет. Дело в том, что не закончено даже формирование таможенного союза. Наш таможенный союз не является в полной мере таможенным союзом, а скорее больше похож на зону свободной торговли, поскольку у нее нет единого тарифа по отношению к третьим странам, только есть общая таможенная политика, так вот сказано. А союз, Евразийский союз, в него на самом деле главная заложенная идея в этом, это формирование общих органов управления и наличие общей макроэкономической бюджетной фискальной политики. Ничего этого нет в данный момент и не подписывается фактически. То есть остается все как есть. Вот секретариат Евразес, который есть, будет только он уж функционировать. Более того, все самые важные экономические вопросы с Белоруссией и Казахстаном будут подписываться двусторонними соглашениями, что является, естественно, шагом назад, потому что двусторонними соглашениями вообще можно действовать без всяких союзов. Для этого вообще не нужна даже зона свободной торговли. Поэтому фактически подписывается некое общее пожелание. Никакого движения в интеграции я не наблюдаю, поскольку Россия не готова идти на дальнейшие шаги. И непонятно, готовы ли другие страны, в том числе готовы ли даже такие страны, как Киргизия и Армения, идти на более серьезные шаги. Понимаете? То есть очень много нерешенных вопросов, все подвешено. Потому что что такое Евразийский Союз? Это действительно должны быть единые органы правления. Нам на них очень-очень далеко, потому что мы видели по истории с Белоруссией, сначала начались заявления о том, что Белоруссия нас объест на 33 миллиарда долларов в год, было заявлено, если мы подпишем, в том виде, в котором предлагалось. Но это нереальная цифра, потому что бюджет Белоруссии 20 миллиардов долларов. Как же они объели бы нас на 33 миллиарда? Это что они 2,5 бюджета, полтора бюджета получили бы к тому, что у них есть. Но это несерьезно. Конечно, эта цифра была завышена. А в результате кончилось тем, что будет лишь двустороннее соглашение, но зато дан кредит Белоруссии 2 миллиарда долларов. Получается, мы как бы делаем вид больше, что вот эта евразийская интеграция развивается. А не движемся. Ну, конечно, события на Украине ударили очень сильно по этому проекту, но это несомненно. Именно во многом они для этого и были сделаны. Из Запада был нанесен удар, потому что действительно теперь с Украиной интеграцией просто вообще нереально. То есть тут вообще войной пахнет. Значит, понятно, что затормозилась уже с Грузией надолго, хотя до этого уже Грузия была готова возобновить какие-то переговоры. С Молдавией уже все. То есть Молдавия подписывает с Евросоюзом. С Арменией-то и то сложность, потому что Армения уже как бы вошла, но при этом Евросоюз вдруг соглашается ее тоже, понимаете, не сдирая на то, что она в таможенном союзе. Поэтому там все запутывается. И страны, те, которые наши партнеры по Евросоюзу, конечно, для них вот эта история с Крымом не очень приятна. Не очень приятна. И вообще вот эта идея собирания русского мира, она полностью противоречит идее евразийской интеграции. Это надо понимать. Потому что собирание русского мира – это передел границ, прежде всего с теми, кто вокруг нас, потенциальный. И им это очень не нравится. И внутренне их напрягает. Потому что неизвестно, где еще выяснится, что попирают права русских. Но в Средней Азии уж точно попирают. Да и даже в Белоруссии большое напряжение было по поводу Крыма. Не случайно такие вот заявления Лукашенко и поддержка его унитарной Украины и так далее. Поэтому тут, на мой взгляд, события на Украине, они намного затормозили евразийскую интеграцию. И теперь она подвешена в нынешнем своем качестве. И самое лучшее – это, по крайней мере, сделать хорошую мину при плохой игре.